Итак, авторефрактометр японского производителя Nikon NR-5100. Вот такой внешний вид, такой дизайн. Хочется сказать, что прибор очень надежный, хорошо работает, точно показывает. Значит, ознакомимся с работой меню и самого прибора. Прибор не имеет большое количество кнопок, как обычно современный прибор. Он вообще имеет сенсорное меню. Ознакомимся, как это работает и что это показывает. Начнем слева, как видите, показывает WD-12. Чтобы поменять его на другое, нужно просто нажать кнопочку. Сейчас нулевое WD. То есть этого достаточно. Ставите ноль и у вас уже нулевое WD. Значит, цилиндры, сейчас вот плюс-минус это смешанный цикл. Меняя, просто вот можно минусовой цилиндр поставить, можно плюсовой и, как правило, используется смешанный. Значит, нейм это вы можете поставить при распечатке, будет просто писаться ваше имя на этой, на принтеровой бумаге. Поэтому здесь вот можете начинать любые буквы нажимать и составлять из этого слова. Затем на Exit, это выход, и прибор будет принтовать ваше имя на чеки. Выйдем. Значит, слово меню нажимаем. Значит, здесь у нас несколько подразделов есть, вот которыми можно пользоваться, можно и нет. Начнем с системы. Здесь вы можете менять шаг. Так, опять же, WD здесь показано. Значит, это одна часть. Вот прибор. Так устроен, что каждый подраздел нужно переходить опять в главное меню. Зачем нажимаем следующее. Здесь вы можете также менять надпись на листе. То есть, в этих подразделах есть некоторые повторения, которые можете пользоваться, можете пользоваться ими, а может быть, а может и не пользоваться. Одним словом, еще раз нажимаем. Значит, здесь вы можете поменять время, дату. Вот, значит, внизу вот эти стрелочки, когда будете менять, вот, заметьте, вот мы нажимаем стрелочку вниз, и буквы и некоторые цифры сразу становятся вот таким белым прямоугольником. Это значит, именно эти данные вы можете поменять. Ну, двигаясь стрелкой вправо, можете менять те цифры, которые будут как раз вот в белом таком прямоугольнике находиться. Выходим. Ну, в общем-то, этого достаточно для... Ага, еще у нас листы, по-моему, было. Ну, здесь показаны все измерения, которые вы делали предыдущие. Их нет смысла обсуждать. Сейчас. Единственное, что вы можете просто напринтовать или изменить их каким-то образом. Зачем производитель это сделал, чтобы ему известно. Значит, прибор имеет джойстик, который дает возможность поднимать вверх-вниз вот эту верхнюю часть прибора. Вот, оно крутится с этой частью. Затем, принтер, кнопка принтера. То есть, после измерения вы можете нажать на кнопку и получить результат на бумагу. Вот. Что хочется сказать за бумагу, здесь используется 8-миллиметровая, поэтому, вот, врачи часто допускают ошибку, покупают просто любую бумагу, и в рисунке доставили 5-миллиметровую, 5-сантиметровую, которая просто... Просто на ней распечаталась половина, собственно говоря, результата, и, собственно говоря, врачи думали, что это проблема вся в приборе, а на самом деле просто была ошибка приобретения бумаги. Значит, сейчас она стоит на другой стороне прибора. Сейчас вот вы видите, это искусственный глаз. Значит, сейчас будет показано, как работает прибор на искусственном глазе. Значит, вот видите, вверху стрелочки, под словом цилиндр, это значит, вы уже точно навели прибор на объект измерения. Нужно наводить, значит, условие измерения следующее. Максимальная контрастность объекта на другой стороне прибора, да, то есть, вот так измерять, вот так вот не следует. Как видите, размытая картинка. Нужно, чтобы была четко и была хорошая контрастность максимальная, и вот этот центр был в центре вот этих линий прибора. После чего мы нажимаем просто на кнопочку джойстика, джойстика, и получаем измерение от минус 6,50 сфера. Наш глаз имеет 6,25, 0,25 погрешность, это допускается даже на новых приборах, где написано это все в инструкции. Значит, когда вы сделали первое измерение, во-первых, одна из главных ошибок, которую допускают врачи, это сразу начинают нажимать, еще прибор не обработал эти данные, уже нажимают в следующий раз на кнопку джойстика, следующий, и загоняют тем самым прибор в такую работу, которая, ну, неприемлема для него. Поэтому хочется отметить, чтобы вы делали какие-то определенные небольшие паузы, даже слушали, как работает прибор. Ну, например, мы нажимаем, опять же, вот, все вы слышали этот звук, то есть дает все приборы, собственно говоря, такой, и нужно дождаться вот этой паузы буквально в секунду-две. Теперь мы нажимаем на кнопку принтер и дожидаемся, когда прибор сделает распечатку наших изменений. Вот было два измерения, стоит дата, когда это было произведено, время, время немножко ошибочно, но поменять будет. Вот, и мы получили тем самым вот такие, вот такую вот распечатку. Но здесь еще есть вот в меню, оно один раз, в предыдущем, когда не было глаза искусственного, оно не показывало, когда вот есть искусственный глаз, здесь самое левое прямоугольник, видите, написано, я буду на немецком читать, это AYA, и это обозначает глаз. То есть вы можете здесь распринтовать картинку самого глаза, как видит прибор. Обычно оно не используется, поэтому не уникально нет смысла в этой распечатке, но, тем не менее, производители решили, что это необходимо и нужно. Поэтому, вот, вы имеете вот следующую картинку. И также прибор повторяет те измерения, которые вы сделали в предыдущих, то есть минус 650. Хочется отменить одну, один нюанс в измерениях, то, как вы посадите человека, так будет прибор и измерять. Ну, сейчас просто не хватает возможности это показать, но даже на искусственном глазе мы можем просто его, вот, поменять немножко угол, и оно уже будет делать другое измерение, уже будет не 650, а, допустим, там 6,75 или на то и 7. Все зависит от того, насколько правильно вы будете садить пациента. И прибор будет вам показывать то, что, и как вы его посадили, и под каким углом будет проходить это измерение. Поэтому многие врачи также делают ошибку в этом. Они считают, что все погрешности только в приборах, но в процентных соотношениях до 80% это просто неправильная посадка человека напротив измерительной части прибора. Поэтому делать это правильно, то есть это должно быть чисто фронтальное положение головы. Лоб должен упираться в подбородник, вот, который находится, как видите, вот эта часть вот изогнутая. И тогда вы можете делать измерения. Еще раз повторяю, должна быть контрастная картинка. И центр зрачка должен быть вот в центре, как видите на картинке, вот этих прямоугольных, вот этих вертикально-горизонтальных линий. Прибор очень хороший, современный, точный. Ну, я не помню случаев, когда бы он ломался там. Единственное, что, конечно, после длительной эксплуатации нужно делать иногда его перенастройку. Ну, в данном случае, вот, при измерении искусственного глаза он показывает идеальное значение. Поэтому приобретайте, пользуйтесь и успешно работайте в своих учреждениях. До свидания.